Ура, товарищи! В магазинах снова появились видеокарты, и цены на видеокарты потихоньку падают. Вот они, наши видеокарточки. Смотрим, раскрываем список, и вот они, 3080 Ti, 3080, 3070, да всё, что хотите, хоть 1660 и даже 1650. Окей, начнём с самых дешёвых вариантов. Да, конечно, 1020 рублей за видеокарточку, это чё-то очень много, и 25 за 1650. С другой стороны, это уже вполне посильная сумма, и карты есть в наличии. Более серьёзная лига, линейка 1660. Поехали! 1660, 42, 43 тысячи, Суперы 57 тысяч, где-то здесь Ti за 59 тысяч, 60 тысяч. Ну, конечно, дофига, согласен. Зато ситуация спасается 20-й линейкой, 2060 и 2060 Супер. Простые 60-ки по 56 тысяч рублей, а Супер за 67 тысяч рублей. Всё ещё очень-очень дофига, но относительно 1660 Супер, мы получаем чуть-чуть подороже карточку, но зато заметно производительнее. Фигня это ваше 2060 Супер, поехали смотреть 3060. И тут просто счастье, что ли, 70 тысяч рублей, самая дешёвая 3060. Так, 3060, вес, ээээ, типа, сколько? Zero down. Ну и для тех, кто забыл, напоминаю, 3060 по производительности где-то на одном уровне с 2070 Супер. То есть к 2060 Супер добавляем пару тысяч рублей, получаем заметно более мощную карту, крутота. Дальше смотрим внимательнее и видим буковки LHR рядом с самой дешёвой 3060. Это значит, что это видеокарта с дополнительной защитой от майнинга. Типа этим и объясняется её более низкая цена, относительно более дорогих 3060, которые около уже 80 тысяч рублей. Следующие в нашей программе 3060 Ti и 3070. И первое, что удивляет, видеокарты стоят одинаково. От 115 тысяч рублей. При этом 3070 даже дешевле, чем 3060 Ti. Я ни в коем случае не защищаю текущие высокие цены, и сам по таким ценам не хочу покупать видеокарты. Но! Я неисправимый оптимист. 3070 по производительности как 2080 Ti. 2080 Ti год назад стоила сотку. И то есть получается, что типа 2080 Ti подорожала всего на 15%. То есть очень даже терпимо. 3080 за 200 тысяч рублей для игрушек нафиг не нужна, едем дальше. Дальше у нас 3080 Ti. От 175 тысяч рублей. Такая же производительность как у 3090. То есть намного более крутое предложение, чем простая 3080. Тут у меня снова начинается приступ оптимизма. 3090 в нормальной ситуации, по рекомендуемым ценам, почти 140 тысяч рублей. 3080 Ti, такая же по производительности. Сейчас в магазинах стоит 180 тысяч рублей. То есть карточка подорожала всего на 40 тысяч рублей. Относительно 140 тысяч рублей для видеокарты, которую вы покупаете для игр, это ну как-то не так уж и много. То есть если вы готовы вообще потратить 140 тысяч рублей на игрушки, ну типа и 180 вполне тоже сможете. В целом вот так вот с костылями, если говорить про топовые и дорогие видеокарты, я считаю, что ситуация стала вполне нормальной. Но если говорить про массовый рынок, то есть видеокарты за 20-30 тысяч рублей, то ситуация все еще катастрофическая. Ситуация, конечно, спасается за счет Авито, где тысяч за 15 можно найти какую-нибудь 580 4-гиговую или тысяч за 20 найти 6-гиговую 1060. Но опять же, это все так себе. Но самая положительная новость в том, что рынок развернулся. Цены перестали расти и начали падать. И еще один момент. Вот там вот сзади, на другом столе, лежат видеокарты. Уже не лежат. 3-гиговая 1060, 4-гиговая RX 550, есть еще 2-гиговая RX 550, 560 2-гиговая. В общем, я к чему это все? Карточки простенькие и относительно недорогие. Но ведь кто-то из вас по-любому сидит с какой-нибудь GT 740 или того хуже. Карточки достались мне за копейки. Может быть, имеет смысл их как-то разыграть? Напишите свое мнение в комментариях. В этом видео розыгрыша никакого нет. Просто я пока интересуюсь вашим мнением. А закончить это видео мне хочется интересной истории просто наподумать и поразмышлять. Не так страшен дефицит видеокарт, как наше отношение к нему. В конце декабря 2020 года я оказался в Африке, в одном таком мусульманском регионе. И каждое утро на завтрак мне очень хотелось бекона. Но это бедная Африка, это мусульманский регион. И никакой свинины и тем более никакого бекона там и быть не может. 31 декабря я вернулся домой. И первое, что я сделал, это купил пачку бекона. Что бы вы думали, он до сих пор лежит в холодильнике. Я его не трогал. Вот и появилась у меня мысль, что может быть и не так сильно мы с вами хотим иметь мощные видеокарты, мериться FPS-ом с друзьями. Просто, может быть, это маркетологи втолковали нам, что нужно постоянно обновляться. А еще видишь вот там вот сзади компьютер? Он еще вот так вот может. На следующей неделе посмотрим его сборочку. Подписывайся и впиливай лайк. Пока. Ну и жарища. Субтитры сделал DimaTorzok